Неделя спорта В Легкоатлетическом манеже, дабы дать старт данному турниру. Все подробности в репортаже Софьи Чугуновой. В Легкоатлетическом манеже, дабы дать старт данному турниру. Это качество игры, качество тех спортсменов, которые участвуют в соревнованиях. И выходить уже на другой уровень, потому что регби имеет хорошие традиции в Татарстане. Сегодня мы говорим о том, чтобы восстановить нашу профессиональную команду. Алексей Валерьевич у нас куратор регби, президент федерации. При его патронаже и студенческая лига организовалась. Поэтому смотреть в перспективу, смотреть вперед. Но еще раз повторюсь, по итогам первого сезона, первых двух туров, сделать и выводы, и посмотреть, как это все будет играться, как это будет все двигаться. Все же это такой некий эксперимент. Потому что никогда мы в регби с студентами полноценно, в современной жизни, в современном веке даже не играли. Сегодня Алексей Валерьевич вспомнил, что 50 лет прошло с момента студенческих команд. Это все же были еще тогда КГУ, КАИ. То есть традиции они существуют, но они немножко подзабыты. И вот мы их восстанавливаем. Мы хотим, чтобы это было красивое регби в исполнении наших студентов. Несмотря на то, что регби не молодой вид спорта, и в Казани есть несколько команд, играющих на любительском уровне, студенческая регбийная лига республики была создана только в этом году. Интересно, что турнир продлится всего 4 дня в два тура. 10 и 11 ноября команды отыграют свои первые матчи, а 24 и 25 ноября пройдут финальные встречи, которые помогут выявить сильнейшую команду. Всего в первом чемпионате студенческой регбийной лиги примут участие более 200 участников из 9 высших учебных заведений республики. 8 мужских и 6 женских команд. В обоих классах есть представители Казанского федерального университета. Первые игры для КФУ дались непросто. Сложный соперник команды Казанского государственного энергетического университета не дала ни единого шанса на победу и засушила счет. Энергетики знакомы с регби, не боятся мяча и оппонента, чего нельзя сказать о нашей команде. Однако, ко второй игре с архитекторами наши ребята освоились на поле и заработали первую победу. В полуфинале крупно обыграли к нитуках ТИ со счетом 30-0. Команда пока вкатывается, к сожалению, не имея своих футбольных полей, руководствуется тем, что есть. Команда собрана с нуля. Ребята пытаются бороться. Жаль, конечно, что первая игра выдалась очень тяжелой. И именно с лидером студенческого спорта регбийного республики Энерго-Университета выступает на всероссийские соревнования. Команда не молодая, команда опытная, поэтому ребятам пришлось тяжеловато. Женская сборная КФУ начала историю команды с победы над аграриями. 15-0. Затем они растоптали соперничество с энергетического со счетом 20-0. Но в финале за первые и вторые места с Поволжской академии уступили 5-12. Как итог, женская сборная находится пока что на втором месте, а мужская на шестом. Софья Чугунова. Неделя спорта. Теперь говорим о хоккее. Чемпионат Казани продолжается. И хоккейные клубы студенты, и казанские юлбарсы продолжают подготовку к новому сезону студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. Как прошли очередные встречи в данном турнире, расскажет Анастасия Павлова. Накануне в Татнефть-арене и Ледовом дворце хоккейные команды студентов вновь вышли на лед в рамках традиционного для города турнира. 8 ноября команда начинающих хоккеистов Казанского федерального университета студенты встретились с максимально трудным соперником. Одной из самых старейших команд Республики, которая воспитала многих мастеров этого вида спорта – «Динамо». С каждым годом все, там новые команды у нас появляются. Интересно. Молодые пацаны, там постоянно кто-то новый приезжает отдать первокурсники. Интересный уровень растет студенческого хоккея. Игра для студентов оказалась сложной. Соперник очень опытный и бороться на равных не совсем получается. Но несмотря на проигрыш со счетом 0-13, студенты не расстраиваются. Ведь в игре с такими оппонентами они получили важный урок перед предстоящим чемпионатом студенческой хоккейной лиги. Здесь более опытные игроки, которые уже поиграли в высшей хоккейной лиге, в суперлиге. Тяжело с ними, потому что ребята многоопытные и физически сильные. Но стараемся. Пока что не находятся у нас возможности убедить. Отчередной горячий матч ожидал нас и на следующий день, когда в Ледовом дворце стук клюшек и шайб не стихал ни на секунду. Для основной команды казанские юлбарсы попался уже знакомый соперник – Волна. Плотная и тактичная борьба была на протяжении всего матча. В самом конце первого периода казанские юлбарсы открыли счет, но на пятой минуте второго периода Волна сумела его сравнять. Равная борьба двух сильных команд наблюдалась и в третьем периоде, итоговый счет которого составил 1-1, что привело к серии булли. Хоккеистам казанских юлбарсов не удалось забить ни одной шайбы, а Волна промахнулась лишь раз. Таким обидным поражением для команды Казанского федерального университета и закончился третий тур чемпионат. Но наши спортсмены, невзирая на проигрыш, готовы все больше тренироваться и покорять хоккейные турниры. Каждый год мы с ребятами, с этой командой играем на равных. То в одну выиграем мы, то в одну выиграют они. Всегда равная борьба, всех ребят знаем. Анастасия Павлова, Ильвина Губайдулина, Неделя спорта. Да, встречались у нас команды Института экологии и природы пользования, химического и химического института. Нельзя было выделить фаворита. С одной стороны у химиков опытная команда, достаточно взрослая, много аспирантов в составе. С другой стороны молодая, но в то же время с краплением опытных игроков команда Института экологии и природы пользования. И как мы знаем, молодежь экологов, она добилась хорошего результата на спартикаде первого курса. Третье место. Третье место, да. И вот этот турнир, этот матч первым, первый по сути в их карьере университетской, именно на более серьезном уровне против опытной команды должен был показать их перспективы. Химкин уже по традиции, они знают свои сильные стороны, знают слабые стороны. Надо было просто сыграть свой футбол. И что мы увидели в итоге? Увидели достаточно равный матч, наверное, равных соперников, где больше, конечно, уделялось внимание ударам, чем каким-то тактическим взаимодействиям, каким-то комбинациям. Вот можно что сказать, наверное, по первому матчу. Плюс дальние удары, конечно, я слушал этот матч, твои комментарии, согласен, что дальние удары, наверное, не есть хорошо, несмотря на то, что площадка, возможно, не самая большая, но, тем не менее, результаты они приносят редко. Ну, как мы увидели в этом матче, это принесло, дало результат химикам. И, подводя итоги, если кратко этому матчу, удача просто оказалась, химики оказались чуть удачливее, но удачу надо еще и схватить за хвост, что они сделали. Хорошо. А вот тебе не кажется то, что Институт экологии сдал после того, как у них начались между команд, ну, в самой команде какие-то разборки под конец матча? Потому что сначала они-то доминировали, они вышли-то с настроем, потому что мы, так-то, бронзовые призеры спартакиады, надо бы дальше брать. Ну, вот это как раз сказалось неопытность команды, и тут, наверное, можно, так сказать, не доработали старшее поколение, потому что, когда начинаются разбираться между собой в команде, никогда ни к чему хорошему это не приведет. Пока ты играешь, пока ты на поле, надо оставить все эмоции в раздевалке, все обиды, все недовольства, это все остается в раздевалке. Ты выходишь на поле, ты играешь за себя, вернее, ты играешь не только за себя, ты играешь за команду, за родной институт, и надо выкладываться по полной. А мы видим то, что они начали что-то выяснять, выяснять, кто прав, кто виноват, к чему это привело? Это привело к поражению. Так что, в принципе, кто начал спорить, тот и вырыл себе могилу, скажем так. Перейдем к матчу, который у нас закончился, 6 и больше голов. Имо против Юрфака. Все ожидали то, что этот матч будет равный, все готовились на серию пенальти, но расстрел Никиты Лихачева в первые 5 минут и последующие его ошибки привели к счету 7-1. Ну, что сказать по этой игре? Видимо, как я думаю... Бразилия и Германия у нас встречались? Нет, команда ему просто в какой-то момент перегорела. Юрфака же планомерно готовился, спокойно, в своей игре, сразу забрали мяч под контроль, контролировали давление, давление, постоянно это давление сказалось. Если поначалу Никита Лихачев отлично себя проявил, мне понравились его сейвы, то потом несколько голов, конечно, ну, можно сказать, на его совести. Ну, нельзя пинать одного человека. Мы видели то, что в атаке достаточно команды Института международных отношений беззубо. Не было тоже каких-то комбинаций, просто бей вперед. А у Юрфака все равно впереди прослеживалась какая-то мысль. Хотя первые 5-минуток, ну, мне казалось по трансляции то, что что забей-беги, мяч просто туда-сюда, туда-сюда, никакого смысла на футбол. А потом все-таки Юрфак подуспокоился, скажем так, поняли то, что играть достаточно, и мяч, в принципе, находится у них под контролем, и они игру держат в нужном им ритме, спокойно начали уже играть, катать, и, собственно, добились успеха. У них полетел один, второй, 3-0 после первого тайма. Ну, по сути, нельзя сказать, что игра сделана, но можно играть гораздо спокойнее уже. И пытаться диктовать ритм игры, который им нужен. Вот, собственно, что я могу сказать по этой игре. Так, друзья, сегодня у меня в гостях был Максим Гаврилов. Макси, большое спасибо, что пришел. Еще мы обязательно обсудим и четвертьфинал, и полуфинал, и сам финал кубка. А до него уже времени-то остается все меньше и меньше. Ну да, время идет. Да. А мы продолжаем программу «Неделя спорта». Ну, и на этом все. Вот такая у нас выдалась «Неделя спорта». Но прежде чем мы закончим, важная информация. Мы возвращаем голосование за лучшего спортсмена месяца. Вся информация будет в группе ВКонтакте, ссылку, которую ты сейчас видишь на экране. Обязательно переходи и голосуй за своего любимого спортсмена за те месяцы, которые этого голосования не проводилось. Ну, а теперь на этом все. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Рамплинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова